Каждый казахстанец потребляет всего лишь 40 грамм меда, понимаете, это совсем. 17 миллионов нас живет в стране, и мы начали работать в сторону развития культуры потребления меда. Сейчас у нас в Казахстане в четырех регионах мед включен в рацион школьного питания, то есть с 1 по 4 класс дети кушают мед, 10 грамм ежедневно кушают. Мы сами тратили деньги, работали на то, чтобы делали пилотные исследования. Сами заходили в школу учреждения образования, давали мед, смотрели, мониторили, у детей будет аллергия, не будет. И сейчас у нас дети кушают. Если будет это внедрено дальше в 16 регионах у нас, то есть вторым этапом в 2012 году в Лондоне Казахстан занял 12 место. У нас 7 золотых медалей не было. Такого в истории и того Казахстана в составе Советского Союза, и нынешнего независимого. Мы просто пчеловоды считаем, что там тоже наши заслуги есть, потому что когда разрабатывалась система питания, рацион наших олимпийских чемпионов тоже был введен мед. То есть с их пожеланиями. Где-то вот эти рекорды, которые мы показывали, и по тяжелой атлетике, и велосипед, и легкой атлетике, думаем, тоже наши усилия есть. Сейчас выпускаем учебники, выпускаем атлас медоносов Казахстана. В течение трех лет лазили по горам, ловили периоды цветения. То есть это настольная книга пчеловодов именно тех кустарников, цветов, деревьев, которые растут у нас в условиях Казахстана. То есть пчеловод может его взять и посмотреть, какой период цветения, с одного гектара, сколько взяток будет гектара. Вот эти моменты. Можно долго рассказывать, но думаем, что потенциал у нас в Казахстане есть. Начали появляться мощные компании, которые на основе меди начали работать. Это нас радует. И вот таких планов у нас как бы много. И вот касательно Российской Федерации, у нас есть работающие меморандумы о партнерстве и сотрудничестве. На все наши мероприятия мы российских друзей, российских пчеловодов приглашаем. То есть интегрируемся, меняемся опытом, развиваемся. И здесь тоже никаких проблем нет. Продолжение следует...